Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Кировской области хотят организовать пункты приема старых покрышек на утилизацию. Об этом исполняющий обязанности министра охраны окружающей среды Кировской области Тимур Абашев рассказал во время прямого эфира, который прошел в ЦУРе. Он пояснил, что с одной стороны автопокрышки не входят в состав ТКО, и рекоператор не собирает и не вывозит их. С другой, сами производители покрышек на основании действующего законодательства уже изначально вносят утилизационный сбор за их переработку. И там, где эти процессы налажены, покрышки принимают у жителей и предприятий бесплатно. Наладить их хотят и в Кировской области. На данный момент регион уже направил запросы в федеральное ведомство, чтобы предприятия нашего региона, у которых есть мощности по переработке покрышек, вошли в систему РОП. Тогда они смогут принимать покрышки на утилизацию на законных основаниях и бесплатно. А министерство вместе с муниципалитетами готово организовать пункты по приему покрышек, отметил Абашев. В дирекции благоустройства Кирова 60 вакансий новое учреждение появилось после реорганизации УДПИ. В состав специалистов дирекции благоустройства вошли энергетики из организации Кировсвет. Сейчас в учреждении открыто 60 вакансий. Требуется заместитель директора по энергетике, ведущий юрисконсульта, рабочие из зеленого хозяйства, дизайнеры, инженеры-сметчики, специалисты по закупкам, безопасности дорожного движения, ремонту, благоустройству, водители, электромонтеры и другие. По вопросам трудоустройства предлагают обращаться по телефону в Кирове 22 19 01. В эфире «Экономика». К раскопкам УЦУМа хотят привлекать бригады ГДМС и водоканала. Городские власти настаивают на том, чтобы пропускная способность на этом участке была максимально увеличена к 1 сентября. Чтобы ускорить темпы работ по устранению дефектов и дальнейшему благоустройству территории, предложено рассмотреть вопрос по привлечению к отдельным видам работы бригад из водоканала и ГДМС. Кроме того, в ближайшее время проведут совещание с участием подрядных организаций и представителями прокуратуры, отметили в администрации города. Напомню, движение в районе ЦУМа затруднено из-за продолжающихся работ по реконструкции теплосетей. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове.